День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. И вот от дел исторических, от каких-то жутких баталий. Переходим к действительно сегодняшним событиям, которые, может быть, будут отражены в истории когда-нибудь. Ну и поговорим о потенциальной угрозе Латвии, латвийским границам со стороны наших ближайших соседей. Через каковые, имеется в виду границы, могут хлынуть нашу страну потоки беженцев. И, иными словами, речь пойдет о том, действительно, стоит ли ожидать Латвии и как можно подготовиться к потенциальному потоку беженцев со стороны, скажем, Ирака через Белоруссию. И как последствия того, что происходит сейчас в Афганистане. Потому что некоторые эксперты по международной политике предупреждают, что происходящее в Афганистане может обернуться потоком беженцев оттуда, в сторону Европы. И Латвия не сможет избежать этой участи в том числе. И в качестве эксперта мы сегодня пригласили поговорить на эту тему с доктором права, экспертом по европейской политике Вадимом Полищаком. Вадим, доброе утро. Доброе утро. Действительно, принимая во внимание происходящее. Ну вот, например, там Литва объявила о начале строительства на границе с Белоруссией. Об этом заявила премьер-министр страны. Не знаю, успеют ли, не успеют, если на данный момент уже около двух тысяч беженцев сидят на границе. Они были отловлены. В общем-то, Лукашенко честно предупредил, это было около месяца, полутора месяцев назад, что как ответная мера на введенные Европой санкции в отношении него, он перестанет сдерживать этот поток через белорусские границы. И в том числе, вот, буквально вчерашняя новость, позавчерашняя новость, в Минск запускают три новых рейса из Ирака. Ирак и Эйрвейс полетит в направлениях из Ирака в Беларусь, из Сулеймании, Басры и Эрбиля. Насколько все это угрожает спокойствию латвийских границ, граждан Латвии и так далее? Это, конечно, очень интересный вопрос, потому что, хотя не только Литва, но и Латвия тоже находится сейчас в очень сложных отношениях с нынешним белорусским правительством, тем не менее, беженцы пересекают границу Белоруссии и Литвы. И границу Белоруссии с Латвией, ну, по крайней мере, в массовом порядке, пока не пересекают. Это вообще очень интересный момент, почему это происходит так. У меня есть версия, что, поскольку мало кто сомневается в том, что подобный наплыв беженцев не мог произойти без какого-либо содействия белорусских властей, видимо, пока есть сигнал, есть решение на высшем политическом уровне не препятствовать потоку беженцев именно в Литву. А Латвия, потому что понятно, что с Литвой в Белоруссии вообще нет никаких надежд, как это, наверное, взимать отношения. С одной стороны, с другой стороны, лидеры белорусской оппозиции действуют сейчас территории Литвы. Я думаю, что это не случайный момент. Однако всегда есть вероятность того, что ситуация изменится, и, может быть, и Латвия столкнется с наплывом беженцев либо напрямую с территории Белоруссии, либо не исключено, что какая-то часть беженцев просто попадет к нам с территории Литвы через, по сути, отсутствующую на данный момент границу с этой страной тоже Европейского Союза. Что, конечно, не может не беспокоить. С другой стороны, конечно, невозможно ожидать такого же потока беженцев с территории Белоруссии, как это было, например, с территории Турции во время знаменитого кризиса беженцев 2014-2015 годов, потому что тогда на территорию Европейского Союза так или иначе въехало где-то миллион восемьсот тысяч человек в цену как раз вот через то направление турецкое. Но через территорию Белоруссии это невозможно даже теоретически, потому что даже нынешний наплыв беженца, как считается, по-многому связан именно с этими авиарейсами. Вы самолетами не можете привезти миллиона человек. Но сотни и тысячи вполне этого достаточно будет для относительно небольшой Прибалтики. Ну это же прям летающая маршрутка. Ирак, Минск. Он может создать небольшой, вы абсолютно правы, он может создать небольшой сравнительно в европейских масштабах кризис беженцев, который не очень сильно напряжет страны типа Германии или Франции, потому что они сталкиваются с нечто подобное постоянно, сейчас и без всякого кризиса. Но создать большие проблемы странам Балтии. Моя версия, зачем Лукашенко это делает, заключается в том, что создавая искусственный кризис беженцев, он тем самым хочет застоять Европейский Союз, опять вступить с собой в переговоры, признать его по факту, если не уже медитимным правителем Беларуси и добиться каких-то преференций. Либо, ну, поскольку вот именно самолетная история, мне кажется, тоже весьма примечательна, потому что часть санкций последних именно после дела Протасевича против Беларуси подключает в себя именно запрет на пролет через белорусскую территорию, а та же ограничение для работы Беляви, национального перевозчика Беларуси на территории Европейского Союза, в камере, может, он таким образом добывается, ага, то есть вы создаете нам проблемы с перелетами, вот мы вам тоже создаем проблемы с перелетами. И, возможно, значит, он пытается таким образом торговаться. То есть я не думаю, что, как многие российские, западные эксперты, что речь идет о мести Европы, прежде всего. Я думаю, что речь идет о шантаже Европы. Для того, чтобы добиться таких же успехов, как в свое время добился господин Артаган, который не только договорился с Европейским Союзом, кто-таки, положить конец притоку беженцев на европейскую территорию, но и получил вполне конкретные денежные вливания в турецкую экономику. У нас, между тем, есть звонок. Я напоминаю, телефоны в студии 6-7-212-93-9. Здравствуйте. Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, тут связь беженцев и Тихановской. Кроме Тихановской еще же много диссидентов белорусских в Литве. Видимо, Лукашенко действительно решила, что они пригревают. А вот сейчас спортсменка в Порше уехала, еще неизвестно, что дальше будет. Спасибо. Спасибо. Да, Вадим, кстати, это спортивная история, скандал. Насколько вы считаете его политически инспирированным? В какой мере он лежит в плоткости только спорта? Я несколько цинично считаю, что большой спорт уже давно в политике, а не вне политики. И когда, конечно, отношения между, скажем, Белоруссией и европейскими странами находятся, и другими западными странами находятся в таком состоянии, то любой инцидент потенциально, ну, крупный с международным резонансом может приобрести вот такой политический оттенок. Я не знаю всех деталей, думаю, что мало кто вообще знает всех деталей, но вся эта история с белорусской спортсменкой, я думаю, вы имеете в виду. Да, конечно. Это напоминается конфликт внутри белорусской сборной между чиновниками спортивными и спортсменкой, который очень быстро был политизирован, в том числе и с участием, ну, некоторых европейских стран. Воспользовались моментом, да, так? Можно ли ожидать какого-то потока, кстати, вот белорусских беженцев, я имею в виду политических беженцев, которые, может быть, ну, преследуются у себя в стране и пытаются нелегально пересечь границу или официально просто добраться до европейских стран через Латвию, например? Ну, уже с момента активной стадии белорусских протестов прошел год, по сути, уже, да, и мне кажется, что очень многие люди действительно уже, политические беженцы, они действительно уже находятся на территории, прежде всего, Европы, вот в Литве, в том числе. Мы знаем, что люди, которые, ну, не являются как бы классическим политическим беженцем, тем не менее, решили покинуть страну, уезжают в другие страны Балтии, в том числе в Латвию, переводят свой бизнес. Вот, ну, опять-таки, Литва, по некоторым данным, смогла воспользоваться такими, оттоками именно таких вот успешных предпринимателей, бизнесменов, айтишников лучше, чем, скажем, в Латвии, даже Эстонии. И во многом за счет того, что они сумели предоставить какие-то лучшие условия для этого переезда. Но ведь и исторически, и Литва, и Польша, и Белоруссия гораздо ближе. Нет, там, кстати, разные причины были, в том числе и налоговая система, и даже такой нюанс, как наличие русских школ. Ну, это то, что я читал, по крайней мере, вот, со слов самих переселившихся. Вот, но есть, конечно, обоснованное предположение, что какой-то всплеск протестной активности Беларуси возможен в ближайшее время, по крайней мере, все его ждут, и тогда, конечно, новый поток и политический беженцев, в том случае, если Лукашенко устоит, более чем вероятен. Мой прогноз такой, что Лукашенко пока устоит. И, соответственно, значит, возможно, что его политические противники будут покидать, продолжать покидать страну. У нас, между тем, еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. На короткий комментарий будет вопрос. Ну, в комментарии я просто убежден, что то, что сейчас происходит на Литонской границе, это просто, как бы, очередной рычаг, метод ведения переговоров с европейскими странами со стороны Беларуси. Потому что, элементарный пример, когда вы последний раз слышали о наплыве без института. Все, канал закрыт, этот канал не работает, рычаг не работает или договорились. Поэтому не работает. А вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот к вашим эксперту, что с точки зрения международного права может делать Латвия для того, чтобы избежать гуманитарного кризиса на своей границе? Просто скопом отправлять этих людей куда-то назад. Спасибо. Тут вопрос не только о международном праве, но и европейском праве. И, в принципе, ситуация, которая оказалась Литва незавидной, поскольку, в принципе, если люди, человек переходит в литовскую границу и говорит, что я беженец, и заявляет о желании подать соответствующее заявление, то, в принципе, Литва обязана его ставить на своей территории и начать процедуру. Вопрос был про Латвию. Это следует не только международных, но и европейских обязательств. Поэтому здесь очень мало, что можно сделать для того, чтобы определить поток, если человек все-таки находит возможность пересечь границу. То есть каким-то образом резко ограничить этот поток можно только с участием белорусских властей. Но у Литвы, как мне кажется, если она действует одиночку, очень мало для этого возможностей. С одной стороны, плохие отношения есть. И, кстати, во главе внешнеполитического ведомства Литвы находится человек довольно такими резкими взглядами, скажем так, в отношении России, Беларуси. И ожидать, что он сможет договориться даже с таким, как считается, проевропейским министром иностранных дел Беларуси, как Владимир Макей, сложно. Поэтому как бы здесь все пузырь сейчас в руках господина Лукашенко. Он это хорошо понимает. Но договориться будет с ним, наверное, не Литва, а все-таки Европа. И я согласен, да. То есть, как я уже сказал, я думаю, что в принципе... Хотя, может быть, Лукашенко считает, что проблема, которая вызывает Литвы, является приятным бонусом. Но главное адресат всей этой ситуации – это именно европейские органы, которые вынуждаются тем самым каким-то образом разговаривать с Беларусью. В дальнейшем Беларусью. Что касается Афганистана. США выводят из этой страны свои войска. Талибан переходит в наступление. Идут бои с национальными вооруженными силами. Некоторые эксперты начинают высказываться в том смысле, что нужно ожидать потока беженцев в сторону Европы еще и из этого региона. Как вы оцениваете эти шансы? Ну, мы просто мимо же опыт. Война в Афганистане. Там смена режима происходила за последние десятилетия неоднократно. Каждый раз это вызывало полно беженцев, которое частично доходило даже до стран Балтии. Если мы посмотрим статистику, то официально признанные беженцы из Афганистана есть везде. Может быть, их не так много было. Конечно, Талибан довольно такая структура жесткая, признана террористическими некоторыми странами. И понятно, что будет очень много людей, которые будут абсолютно достоверны, твердые основания для просить политическое убежище в странах Европы, если они до них доберутся. Конечно, для нас, имею в виду для стран Балтии, это потенциальная проблема, потому что Афганистан граничит с Центральной Азией, Центрально-Азиатские республики имеют безвизовый режим с Россией. И даже если Россия будет вести себя прилично и умеренно противодействовать безконтрольному притоку беженцев, все равно там огромные открытые границы, которые легко пересечь, и такая же, в принципе, прозрачная, по сути, неохраняемая особо граница Беларуси. Опять-таки, Центрально-Азиатские беженцы уже появились на территории Литвы, я такое читал, и можно ожидать, что это будет даже более, скажем так, более широкий такой ручеек, полноводный, нежели даже беженцы из которых надо завозить самолет, как правило. У нас еще один звонок, 67212-939, напомню, телефон прямого эфира, здравствуйте. Да, доброе утро, у меня два вопроса. А какого пособия дается беженцам в Литве и в Латвии? Ну, они явно с таким пособием не будут здесь задерживаться, уезжать куда-то в другое место. И какой поток вот в день человек идет, это там 100, 200, 300 человек без. Есть такая информация, спасибо. Спасибо за вопрос. Но мы можем оперировать только теми данными, которые дают нам литовские власти, то есть последние дни приток, фиксируемый литовскими властями, это где-то плюс минус 200 человек в день. Это очень много, конечно. И, наверное, у экспертов не вызывает сомнений о том, что это только малая часть людей, которые сильно попадаются литовским пограничникам или те, которые по какой-то причине сами как-то сдаются литовским властям после перехода границы, благодаря не остаться именно в Литве. Есть все основания считать, что основная масса все-таки следует дальше и пытается попасть в западноевропейские страны. Почему? Потому что согласно ныне действующим Европейским Союзом правилам беженец должен оставаться в той стране Европейского Союза, в которую он въехал на территории Европейского Союза. То есть, соответственно, если они въехали в Литве, то они должны делать в Литве. Но беженцы часто стремятся в все страны, где социальный пакет лучше, и они просто скрывают то место, то, как они попали, допустим, в Швецию или Германию. И иногда очень трудно определить, как же на самом деле человек оказался на территории страны. Понятно, что мы видим то же самое и в Литве. Здесь очень, конечно, интересно посмотреть, смогут ли беженцы с широким потоком ринусы у страны Западной Европы, потому что за счет существующих антиковидных ограничений границы не столь прозрачны внутри Европейской, как раньше. И, насколько я понимаю, польское реповодство намерено ужесточить контроль на свои границы именно с учетом литовского беженца. Можно так говорить. То есть, пройти через Польшу в благословенную Германию беженцам, ну и тем более еще через Литву, будет сложнее и сложнее. Ну, мы можем только догадываться, что будут делать польские власти для этого. Но понятно, что поляки, с одной стороны, не может быть, будут держать эту границу, но если поток пойдет сильнее, то помните, что было в 15-м году, когда многие восточные европейские, центральные европейские страны, они так раз особо не препятствовали транзиту беженцев через свою территорию, потому что те стремились с Германией. И, в принципе, делали вид, что они не видят. Ну, не все, но многие страны делали вид. Более, конечно, страны вроде Генгрии, которые хвалили на том, что они насильно пытались беженцев на границе вернуть обратно на сопредельные территории. Насколько я понимаю, белорусские власти обвиняют литовских пограничников в том же самом. Я даже видел такие сюжеты на государственном белорусском телевидении, насколько это пропаганда, насколько это правда мне судить трудно. Ну, какие-то, может быть, отдельные инциденты, может быть, есть, но, в любом случае, это не станет практикой, потому что с точки зрения европейских норм это недопустимое поведение. И в Венгрии в свое время тоже было указано то, что вести нельзя. То есть, вот это еще раз показано, что Литва оказалась в очень сложном положении. То есть, если... Потому что мы подписались под всеми стандартами и правилами, которые приняты в Европейском Союзе. Мы имеем в виду не только Литва, но и в Латвии и Эстонии. Поэтому любой кризис беженцев нас затронет. Если он действительно будет достаточно массовый, он будет так же для нас болезнен, как это было, скажем, для Италии, для Греции несколько лет назад. Единственное, что, конечно, никогда, наверное, он не будет таким же масштабным, как тот кризис, который мы видели на южных рубежах Европейского Союза. Затронет в том числе в материальном плане. И второй вопрос касался размера пособий. Вадим, я не знаю, вы сможете назвать его? Я потому что нашел. Я не могу назвать размер пособия, но я уверен, что оно небольшое. Я могу назвать, потому что во время беседы я нашел. Итак, у беженцев есть два статуса. Непосредственно беженец и некий альтернативный статус. Беженец получает 10 месяцев, имеющий альтернативный статус 7 месяцев. Итак, размер пособия для взрослого человека – это 139 евро в месяц. Если это пара, супруг, женская пара имеется в виду, то один из супругов получает те 139 евро, а второй член семьи – 97 в месяц. И несовершеннолетний – 97 евро в месяц. Ну, не такие большие суммы. Ну, кто-то поспорил бы. Не такие большие суммы, конечно. Ну, тут еще есть один интересный аспект, который заключается в том, что очень многие беженцы, которые попадают… Это, кстати, на это указывают и литовские власти. Я с ним здесь согласен. Что, по крайней мере, те, которые прибывают с Ближнего Востока, очень сложные вот этими путями – это люди, скорее всего, достаточно обеспеченные. Это не значит, что они не могут быть беженцами и не могут ходатайствовать его убежище, то есть у них нет совсем основания все. То есть, само по себе, факт наличия денег не говорит ни о чем. Но действительно попасть на территорию Белоруссии, а потом уже попасть на территорию Литвы – это, скорее всего, очень дорогое удовольствие. Особенно тем, кто пользуется именно авиатранспортом. Любой радиослушатель может просто из любопытства поговорить, сколько стоит долететь из Багдада до Минска. У меня… Я посмотрел, что это где-то, ну, хотя бы 400 евро надо заплатить на одного человека. Для очень бедных стран Ближнего Востока это, конечно, огромный день. Нам показывают, что время завершать программу, перейти просто на новости. Спасибо огромное. Я напомню, что доктор Права, Вадим Полищук с нами был в этом получасе. Спасибо тем, кто звонил. Я вижу, что звонки продолжаются, но, к сожалению, у нас просто нет времени принимать. Вадим, еще раз большое спасибо и хорошего дня. Да, мы уходим на небольшую паузу. Оставайтесь с нами.